Уважаемые коллеги, я бы хотел рассказать о телевизионном частотном диапазоне, как бы вот преследуют две цели. Первое – это попытаться осветить ситуацию в этом интереснейшем и сейчас наиболее популярностью осветить ситуацию. Я, конечно, не могу, пожалуйста, претендовать на полную картину мира, хотя я варюсь тут в этой области более 40 лет, но очень трудно все нюансы и штрихи передать. Поэтому я пытаюсь указать основные, на мой взгляд, направления развития этого диапазона и коротко рассказать про наши работы, про наш вклад в развитие этого частотного диапазона. Многие, вот такой момент изначально, это момент определения. Вот 3-герцовый частотный диапазон, в отличие от всех других диапазонов, которые навязала соответствующая комиссия международная, определяя границы диапазона, этот диапазон возник совершенно не таким образом. Этот диапазон возник как некое рукотворное действие ученого сообщества. Дело в том, что терагерцовый частотный диапазон возник в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда оформился интерес к терагерцам и было введено определение терагерц-гап, что называется терагерцовая дыра. До этого мы не знали о том, что там есть дыра. И, значит, диапазон разделялся так. 30 ГГц один сантиметр, 300 ГГц один миллиметр. Этот диапазон назывался миллиметровым диапазоном. А диапазон от 300 ГГц до 3 ТГц, то есть от 1 миллиметра до 100 микрон, назывался субмиллиметровым диапазоном. А все, что свыше 3 ТГц, это был дальний ИК, ближний ИК, средний ИК, ближний ИК и так далее. Так вот, если говорить об освоенности этого диапазона, а под освоенностью, я понимаю, наличие, например, методов средств измерения, которые есть в радиодиапазоне. Есть вольтметр, вольтметр, генератор таких сигналов, генератор с этих сигналов, есть комплектующие, консистеры, микросхемы, детекторы, смесители. И вот в ТГц частотном диапазоне такого вот изобилия и такого вот набора, конечно, не было. И, может быть, сейчас можно говорить о том, что действительно ТГц затягивается. И когда стал вот действительно свыше примерно 1 ТГц, вот 1, 2, 3, 1, 5 ТГц, там действительно было пусто. И единственный источник излучения был источник нефрагеретного сигнала, это ртутная лампа, глобар, которая использовалась в ИК-фуре спектрометрах, который сейчас производится, называется БАРМ, ГРУГЕР и так далее. был такой единственный источник, который вот можно был там использовать. И вот, и вот, когда оказалось, что единственный частотный диапазон от мягкого рентгена до ультранизких частот, который вот так плохо освоен, туда стали появляться программы, проекты, которые финансировались вот в развитии этого частотного диапазона. И тогда специалисты снизу, сверху решили прикрыть к этому диапазону, потому что там деньги появились. И вот, вот так расширился. И сейчас наиболее популярная, это не более популярные величины, это 100 ГГц 3 миллиметра, 10 ТГц, это 30 микрон. Вот этот диапазон, хотя есть и другие, 300 ГГц, например, от миллиметра. Но вот, если вот по судить международным конференциям и по литературе, и больше вот 100 ГГц 10 ТГц, этот диапазон вот сейчас определяет артергерцовый частотный диапазон. То есть он отрезал субмиллиметровый и дальний ик диапазон. Значит, чем же он был интересен и что стимулировал развитие? Я думаю, что в первую очередь стимулировало развитие два направления физики. Это радиоастрономия и биология. Радиоастрономия, стало понятно, что есть в космосе большие тяжелые молекулы и их колебательные движения и высокочастотная часть вращательных движений лежит в этом диапазоне. Понятно, что без лабораторного набилирования, то есть надо на Земле все тщательно проверить, прежде чем искать там спектры этих молекул. Надо было иметь прецизионную аппаратуру. И второе направление, которое сильно стимулировало, это биология. В 50-м годах прошлого века было понятно, что без изучения ДНК, РНК, вообще тяжелых органических молекул, биология… ДНК. …это вот без изучения этих вот спектров тяжелых молекул, таких больших органических молекул, дальнейшее такое Такое серьезное изучение биологии невозможно. Оказалось, что все колебательные движения этих вот больших молекул, они успешно лежат как раз в твердерационном частотном диапазоне. Это был такой мощный стимул, который подвигло на изучение освоения твердерационного частотного диапазона. Есть еще несколько важных распевтов. Это безопасность. Это изучение практически не поглощается одеждой, фанера, картон. Не поглощают, не слабо поглощают. Это означает, что мы можем использовать его для цели безопасности. Для цели безопасности можно пытаться детектировать на теле человека или в каких-то ящиках, коробках опасные взрывчатые вещества, химические активные вещества и так далее. И вот такая вот картина, она сильно стимулирует его вкладные движения в освоении твердерцового диапазона. Вообще наступление на твердерцовый частотный диапазон начиналось с двух сторон. Так как тут были люди из пика диапазона, естественно, стали пытаться перетаскивать оптические методы, трансформировать их для освоения твердерцового частотного диапазона. И другая группа, товарищей, которая привыкнула, это группа, которая занималась микроволновой техникой, микроволновой физикой. То есть люди, которые успешно работали в мегметровом, субмегметровом диапазоном стола. То есть как продвинуть эти методы в более высокочастотную часть диапазона. И вот такое совместное наступление с двух сторон, оно сильно стимулировало развитие твердерцового частотного диапазона. И вот буквально за 2-3 года 10 тысяч статей. 10 тысяч статей, ну, я так думаю, что 5-7 европейских и, может быть, 2-3 американских и, наверное, 2-3 российских конференций ежегодно по твердерцам проводятся. В разных аспектах, но в основном это твердерцово конференции. То есть сейчас бум несколько стихает, связанный с развитием терапии, потому что очень серьезное достижение было сделано в этом диапазоне. Но все равно вот такая лавина, я думаю, что ни в одной области сейчас такого вот нет. Я, конечно, не смогу претендовать на всякого рода такие экзотические решения. Но основные, которые широко используются, применение оптических средств к освоению, к развитию терапии терапии через 102 диапазона, я назову. И назову, вот здесь представлены и фирмы, которые их производят. То есть дело дошло до фактически промышленного выпуска многих приборов. А вот здесь как бы очень хорошо видно то, что у нас сейчас называют инновационные составляющие. Я попозже расскажу про несколько групп, которые я знаю, в которых очень сильные такие терапии терапии инновационные составляющие. Ну вот я очень коротко характеризую эти вот источники. Это, в первую очередь, молекулярный лазер. Это старые-старые приборы, которые, ну, которые, может быть, 30-40 лет реально выпускающимся к прибору. Они в основном сейчас используются как гетеродины для смесителей тергерцов. Достоинство, несомненно, достаточно стабильное излучение, достаточно стабильное во времени излучение. Ну, они генерируют на одной частоте, на которой, там, где есть вот линии влащей, на которой они генерируют. Это вот дисцерленность. Ну, выходная мощность порядка несколько десятков милливатт, и они широко вот как гетеродины используются. И в терраскопии можно, если, например, нас лазер генерируют на линии метана, то линии метана мы можем исследовать. Вот примерно так. Дальше я скажу про фертосекундные лазеры. Это наиболее сейчас популярная и известная вещь. И фертосекундный лазер, как правило, это лазер, который работает на титансортированные лазеры с несущей частотой порядка 800 нанометров и с достаточно приличной мощностью. Есть два способа выпрямления фертосекундных инкурсов. Огибающие фертосекундных инкурсов ровно нападают и ранее. Это использование методов электроаптической идентификации, когда на втором-третьем члене нелинейной восприимчивости идет генерация. Или фотопроводящие антенны, когда переходный процесс фотопроводящей антенны, как раз под действием этих инкурсов, попадают в терапевцовый частотный диапазон. И вот такая фертосекундная лазер, либо фотопроводящая антенны, либо электроаптические кристаллы, это сейчас наиболее популярная часть работы, наиболее популярные методы и средства, которыми люди широко пользуются. Вот, одностой таких фертосекундных лазер пропускает такая известная фирма Терравью, которую создали физики, несколько энергичных молодых ребят создали эту фирму, которая сейчас засыпала вот мир такими спектрометрами, которые работают с использованием фертосекундного импуса. Но вот я хочу здесь показать одну интересную вещь. Вот это вот спектр сигнала Тергерцова, фертосекундного, это спектр сигнала Тергерцова импуса, выкрепленного фертосекундного лазера. А вот этот вот спектр, вращательный спектр молекулы, который хорошо известен в спектроскопе как калибровочной молекулы. Видите, как успешно огибающий накрывает весь спектр. Это означает, что использование для прецизионного спектроскопичного измерения, это подход не удастся. Понимаете, это вот по крайней мере, ну, несколько терагерц может составлять вот такая вот тегность такой огибающей. Это очень такая, вот очень такая, то, что сильно ограничит применение фертосекундных лазеров в прецизионной спектроскопичной измерении. Действительно, если вы хотите использовать какой-то источник, например, фертосекундный лазер и вот проводящую антенну, например, для того, чтобы поменять какой-то спектр, например, да, или использовать какой-то источник, который в собственной биогетералии. Вы смотрите, какая ширина спектра в таком биогетералии, кому же он нужен вот для таких вещей. Хотя, я потом еще буду поговорить, вот эта фирма Теравьев и Американцы, а сейчас это профессор Джанг, Лисыдмус Чузесского технологического института, они выпускают буквально вот чуть больше вот проектора фертосекундный лазер в преобразовании, который широко используется в фармакологии. Потом подробнее расскажу. То есть, а вот это структур, который сейчас наиболее популярный в мире, который использует вот так же вот фертосекундный лазер, где там соперует лазер с фунтической накачкой. И дальше, фактически, этот метод основан на разделяется импульс, имеется линия задержки, строится корреляционная функция. Это сигнал, который идет, ну, временные, это импульс, и происходит во время задержки. Дальше строится корреляционная функция, и по репреобразованию она возвращается к спектру. Эти импульсы хорошо, эти спектру очень хорошо широко распространены в мире, они сейчас практически есть во всех лабораториях, университетах. Это вот наиболее интересная вещь, на мой взгляд, когда используют два диодных лазера и сбивают на фотосмеситель. Эти работы, то есть, генерируется разность двух лазеров, и эта разность, разность на частотах под актер Герцов в частотную диабазу. Можно хорошо перестроить и одним, и другим лазером, и иметь вообще неплохое частотное разрешение. Примерно 3-5 мегагаз. Опять же, к спектру скайпе газового высокого разрешения, это не очень здорово, но для большинства приложений это очень хороший путь решения. Но тут есть масса таких проблем. Во-первых, вот смесители, это достаточно уникальные приборы, и делают не везде, и не всегда их можно купить. Ну и есть проблема в управлении частотами двух лазеров. Когда вы подводите вещество достаточно близко, начинаются эффекты затягивания и так далее. То есть, это не простая вещь, и она во многих лабораториях, не широко принято, буквально 2-3 лаборатории в мире, которые пользуются этими вот вещами. Ну и, наконец, наиболее популярная история, это история склада газового лазера. Народные называют КСЛ, и это сейчас представляет, что это наиболее перспективный источник контерентного излучения для 3-9-40 частотного диапазона. Дело в том, что я, похоже, расскажу, когда про микроволновые источники раскат, я расскажу, в чем здесь, так сказать, проблема, и в чем здесь, и что здесь ограничивает возможности использования таких лазеров. Надо сказать, что впервые идеология квантового каскадного лазера была описана академиком Суллисом Робертом Ак-Новичем и его аспирантом, они работают обувь Петербургского Пистехи имени Йоффа, и в 71-м году Роберт Армурдж предсказал такую ситуацию, что, ну, если посмотреть, как работают диодные лазеры, там электронно-дырочные переходы между различными зонами проводимости. Здесь работа идет в одной зоне, образуется много мини-зон, и подбираются переходы каскадами таким образом, чтобы электрон, проходя через каждую мини-зону, излучал фотон. И когда он проходит всю зону, происходит как-то накопление вот этих фотон, и происходит, так сказать, излучение достаточно интенсивное, одномодовое, одночастотное излучение. На самом деле это все вот так, идеологии, то есть особенности и отличия, это все внутри одной зоны развиты. Основная проблема, это не дать произвести зайти электрон-фаноном взаимодействию, потому что когда электрон проходит через мини-зону, да, там, через, проходит через подножку, образуется фанон, который рассеял всю энергию. Это никому не нужно. Как это все сделать? Это колоссальные проблемы технологические. В мире есть три группы примерно. Это в Италии, в Великобритании, в штабах, которые могут изготавливать такие чипы. Вот, буквально, как осталось, у нас, к сожалению, этого ничего нет, и, по-видимому, не предвидится. Здесь масса лазера у нас есть, мы пытаемся с ними работать, здесь масса проблем получить диаграмму, направленность хорошую, научить стабилизировать его по фазе. Это все очень простые вещи, к сожалению, вот, мы тоже пытаемся здесь делать, ну, работать, ну, не так все здорово. Ну, вот, есть буквально несколько технологий получения этих вот, да, мини-зон. Ну, я думаю, что не стоит, вот, на этом, или иначе, я просто не успею дальше еще рассказать, хотя это очень интересные вещи. Вот, теперь я хочу перейти к микроволновым методам и диспозицию микроволновых силы рассказать. Хочу рассказать, как же начиналось вообще то, что называется сейчас микроволновая спектростопия, а более широким словом, микроволновая физика. В 1934 году два молодых американца, известно, что за это, зарегистрировали впервые микроволновой спектр молекулами АТА. ИН-Аш-3, он был зафиксирован на частоте вблизи 24 ГГц. Вообще, изучение этого спектра началась вообще квантовая механика. Если представить себе молекулы Аммиака, значит, три молекулы водорода, в основании лежит треугольник, и молекулы азота, да, вершины треугольника, пирамиды такой. Вот из-за того, что потенциал очень низкий, то, возможно, постоянный переход молекулы Аммиака, как только с ним, молекулы азота через паренок, через потенциальный паренок. И этот спектр назвали инверсионным, и он лежит вблизи 24 ГГц. И когда люди, которые стали разбираться с Льмяком, увидели этот спектр, попытались его из них. Вот тогда обратились, уже хорошо разработанным методом квантовой механики, да, Барюш? Тут же все уже написано, правда. И с этого вот начиналась, можно сказать, такая серьезная, уже, Барюш, как говорится, прикладная квантовая механика, которая стала позволять спектры магникулярные. А дальше, значит, была Вторая мировая война, все об этом забыли. И вот американцы, американцы имели радар, который работали примерно на частоте, на более низких частотах. И они, чтобы повысить разрешение своих радаров, они перешли в более высокочастотные диапазоны. Вот на двух берегах реки Будзон у них стоял, значит, вот, передатчик на одном, а другом приемник. Вот они сфиксировали пропадание излучения, приемник перестал принимать излучение примерно в одно и то же время. И они тут начали ломать головы, думали, что тут ведуев пытается творить, стали искать виноватых за углом. Но вот тут один наблюдательный техник заметил, что все это происходит, когда баржи проходят, а баржи возили на частоте. Эти баржи были окружены облаками аммиака, и запах этого аммиака доносил их прямо до берегов. И тут обратились к ученым людям, и те объяснили, что, ребята, у вас вверх воплощается аммиака. Это вот 44-й год, первое наблюдение аммиака в атмосфере. По крайней мере, об этом пишет отец, так сказать, субмиллиметройской фотоскопии, профессор Горли, в своих мемуарах. Вот он примерно так описывает, в моем переводе, вот примерно так описывает вот эту ситуацию. Вот это было, так сказать, начало прецизионных измерений в микроволновом диапазоне. А дальше, у вас за несколько десятилетий микроволновайская фотоскопия сильно стимулирует развитие методов. Ну, представь себе, что частота 1 ТГц несущая, это 10-12, а ширина линий, ну, например, 1 МГц. То есть, 6 порядков надо только, чтобы иметь запас, 6 порядков надо иметь стабильность, 10-6, только чтобы как-то эту линию, так сказать, почувствовать. А чтобы их прописать, надо хотя бы 1,5-2 порядка запаса иметь. То есть, отсюда стабильность источника из лучей надо иметь порядка 10-8. А достичь этого просто так, ну, никак не удалось. Хитроумные японцы придумали опускать клейстроны, которые были тогда достаточно широко уже известны, в масляные ванны, чтобы избегать температуру для их ухода. Но это позволяло повысить стабильность на порядке. А еще порядка не хватало. И вот в 54-м году одновременно в России профессор Берштейн из Нерфегии, его сотрудник Сибиряков и профессор Гарна в Соединенных Штатах предложили систему фазовых пасхарических статков. То, что народ называет факум, факшем и так далее. И так получилось, что хотя наш послалит статью раньше, журнал «Радиофизика», а в «Американцев» вышла раньше статья, хотя послали позже. Но такая же ситуация, как «Морковь и Поповь», примерно. Ну, так и значит, значит, вот системы фазовой стабилизации чтаты стали широко использоваться. Они позволят создавать синтезаторы чтаты, стандарты чтаты. Стало развиваться аналитическая химия. Аналитическая химия с применением тероскопических методов. Вот тот факт, что аммиак успешно был продетектирован, открыл новые возможности, принципиально новые. Применение спектральные методы для анализа высокочистых веществ. И это вообще был революционный шаг, потому что, несмотря на подное развитие всяких химических методов, массовых термитрий, хроматографии, хроматомассовых термитрий, время пролетов массовых термитрий, и масса таких приборов до сих пор непревзойденными методами спектрального анализа для аналитики оказываются спектроскопические методы, методы микромороскептороскопии. Мы много лет работаем с инструктивными сочистиками веществ. И я, как пример, представляю потенцией технику, но когда надо доходить до дела, когда все уперлось, они приходят к нам. Ну, и я должен сказать, что как побочные методы исследований появились лазеры и мазок. Вот это все, так сказать, полады развития микромороскептороскопии. Надо сказать, что и в России, и наши лауреаты, и Александр Михайлович Рокоров, и Баск, они оба начинали с микромороскептороскопии, и диссертации, которые я не доски писали по спектроскопии. Их американцы, партнеры Чарльз Тауэлс, это классик по спектроскопии. Его книга «Микромороскептороскопия» — это на столе Юрия Григорьевича, который плавает в этой области. Но они там, видимо, плохо состоялись в микромороскопии. У нас тяжелые, оптики поревшие. Вот они туда перешли работать. И это совершенно побочный продукт. Из изучения атомных спектров рубиня, так сказать, возник лазер, и как развитие систем с обратной связью на переходах формальдегида образовался МАЗНО. Это отдельный разговор и отдельный рассказ. Ну и дальше я хотел сказать, что вот такое вот развитие для таких прецизионных спектроскопических методов, аппаратурных методов, естественно, позволит решить многие задачи, когда стали вызывать мобильную связь, выяснилось, что как надо делать синтезатор. А вот все методы уже разработаны там, и все результаты известны, ну и так далее. Ну, теперь я расскажу про некие конкретные разработки, которые уже вот используются микроволновыми методами, в развитии микроволновых методов, которые используются для освоителей герцового частотного геопазма. Вот, в первую очередь, я бы, конечно, назвал американскую фирму «Вирджиния Дайерс». Это фирма, которая, вот, классическая инновационная деятельность. Это такой профессор из Бирджинского университета, Том Кроу, занимался ростом смесителей, ростом диодов-шонки и довелся на этом пути очень серьезных результатов, и у него получились очень хорошие переходы с малыми площадями и с малыми поразительными емкостями, на которых стало возможен делать детектор, смесители и, может быть, в первую очередь, умножительные результаты. Я был у него два года назад, у него лаборатория, у него работало шесть человек, трое ребят из России, причем. Вот. В этом году сотрудница была на конференции, встречалась с ним, у него уже шестьдесят человек работали. Шестьдесят человек. Вот, это творение. Причем, в той же комнате, в том же помещении, где он работал, будучи профессором, теперь там, в этом комнате, еще в одном номере расположены. Вот классические примеры инновационные действия. Ну, а теперь про умножители. Да, я попозже расскажу, но сейчас у него умножитель частоты работают до двух и двух десятых тирагерцах. До двух и двух десятых тирагерцах. Но там не все так просто, они добились огромных успехов в использовании усилительной техники. У них работают усилители до трехсот восьмидесяти гигагерц. Гигагерц с мощностью уходной порядка ста миллива. Конечно, это фантастические для нас вещи, мы тут просто рядом не стояли. Ну, и я сейчас вот расскажу немножко про прибор, который дом крова выпускает. Вот внешний вид такого прибора, это очень такая вот компактная компактная штука, это не последнее изобретение, а вот с азиаптической линзой. Ну, если посмотреть вольт-ватную чувствительность таких приборов в этих диапазонах, то это примерно несколько сот. Несколько сот, ну, в диапазонах до терагерц это несколько тысяч вольт-ватная чувствительность. Это фантастические результаты у них в этой части. И вот его сейчас умножители, они широко в мире наиболее популярны, так сказать, их во всем мире распространяют. У него есть возможность использовать источники на качестве 4 гигагерца, 8, 12, 18 гигагерц, 20 гигагерц и так далее. И так далее. И эти вот приборы наиболее сейчас популярны в мире. У него большой рынок. Ну, вот, есть еще такая американская фирма Накротехинструментс. Эта фирма тоже широко известна. А самоположники, ребята из России, из Москвы и из Нижнего Новгорода, эту фирму организовали. Они используют классические наши генераторы на основе ламп обратной волны, которые, это уникальный случай, который был сделан в Советском Союзе, такой институт исток. И несмотря на активные старания американцев, японцев, немцев, никто не мог, до сих пор не мог повторить их. Но, к сожалению, у нас это дело все умерло. Ну, и там погоди находятся. Вместе с людьми, которые делали, которые тоже умерли, вот умирает это дело. Хотя источники уникальны. И все эти аналоги были уникальны. Ну, вот, и дело, как и можно. Используют лампу обратной волны, как источник, и умножитель. И пункт перекрывает диапазон до 2,1 градуса. Вот так выглядит такой секторометр. Он не использует систему фазовой автоподстройки, поэтому у него такое секторальное разрешение, где-то в порядке нескольких мегагерц, это как раз то, что может обеспечь хорошее блок питания. Ламп обратной волны это классический пункт, генератор управляемое напряжение, где его, так сказать, все нестабильные частоты обусловлены в том числе и нестабильностью питания. Поэтому задача сделать как можно будет стабильный блок питания, но при этом, значит, надо понимать, что высокое напряжение порядка 5-6 кВт, и там не так уж размашивается, чтобы сделать уже очень стабильный блок питания. Теперь я немножко расскажу про наши дела. это, значит, вот классическая схема квантной полупородниковой сверхрешетки. Такие структуры чипы выпускают в Питере, изготовлены штучного варианта в Питере, член город Георгий Сергеевич Корнеев, в институте Леофа, а у нас в Нижнем Новгороде на их основе делают множительные частоты, смесители, детекторы, но, в первую очередь, конечно, множительные частоты. Чем вот эти структуры отличаются от классических геодов шотки? Тем, что если в шотке используется барьерная нелинейность, да, то есть имеется барьер и классический перевод электрона через барьер. Это сопряжено и с большим временем, и с всякого рода паразитными эффектами. Сверхрешетка устроена так, примерно, как я очень редко рассказал про хвалт в каскадной лазе. Много-много мини-слоев, мини-зон. Электрон, путешествуя в каждом генезоне, путешествия электрон куда-как быстрее происходит, нежели эффект прохождения через барьер. За счет этого существенно возрастают скоростные качества, уменьшаются всякие паразитные эффекты. И вот такая многословная реализация мини-зонная позволяет реализовать так называемую объемную нелинейность. То есть это не нелинейность связанная с барьером, а нелинейность связанная с конструктивной особенностью, когда она разыгрывается на многих-многих мини-зонах. Это позволило вообще получить совершенно интересные результаты. Вот если посмотреть на вакуум, то можно увидеть область отрицательной дифференциальной проводимости. Отрицательной дифференциальной проводимости. Если мы сможем сигналом этой ваке выйти в эти области, то генерация гармонии идет весьма эффективно. А недавно, отмечая на таких структур, создали генераторы за счет того, что есть область отрицательной дифференциальной проводимости, они создали генераторы, которые работают до 2,5 терагерц с очень приличной выходной мощностью. Вот мы работаем с такими вот источниками. Если теперь посмотреть и сравнить возможности таких вот умножителей, это мы сделали на диодах шотки и на сверхрешетках, то можно видеть вот это вот. Мы брали один и тот же источник и мы подключали сначала диоды шотки в качестве наживки частоты на диодах шотки и промеряли интенсивность и гармонию. Это вот на диодах шотки. А потом брали такую же схему, то включали наживки в качестве сверхрешетки. И легко видеть, что где-то до 3-й, там, 5-й гармоники как-то еще более или менее сравниваем. Дальше шотки фотострофически падают, сверхрешетка продолжает успешно генерировать гармоники. И мы вот домерились, я по-позже покажу, до 54-й гармоники. Вот в такой системе у нас. Теперь, дальше был изучен, изучена возможность использования такой вот структуры для гармонического смесителя. Вы знаете, что в синтезовой частоте ключевой элемент это гармонический смеситель. Когда на один вход выпадает горборный сигнал, гармоника который будет сбиваться в этот смеситель с основной частотой, это источник, который мы хотим стабилизировать. Так вот, в качестве гармонического смесителя можно использовать, оказалось, возможно произвести систему ФАП до 55-й гармоники включить. Понимаете, это фантастический результат. Что это практическое означает? Что мы берем любой синтезатор, как берем отжелент, например, до 20 гигагерц и по нему можем захватировать, скажем, лампу аккуратной волны, которая работает до терагерца и выше, то мы и делали. И сейчас мы пытаемся вот таким подходом застабилизировать частоту кванта в таз к одному лазеру. Что осталось куда-то осложнение живет. Ну вот здесь сильно упрощенная система фазовой подстройки. Я уж не буду на ней остановиться. А вот здесь вот наиболее интригующий результат для нас, это вот 54-я гармоника, засеченная, значит, вот в такой системе. То есть как производить измерение? Брался наш синтезатор частотно, 2-х миллилитровый лов, выходная мощность порядка 20 миллитровый, и дальше, значит, вот умножитель, и мы использовали в качестве регистратора в уествах электрометра БАМА. Вот 54-ю гармонику мы увидели. Конечно, применять ее достаточно сложно, потому что мощность у нее совсем небольшая, но если говорить о самом факте, то это, конечно, вот впечатляющий для нас результат 54-й гармоник. Теперь я немножко расскажу про наш подход к микроволновой 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 микроволновой, которая развивается более 20, может быть, больше 25 лет, может даже будет, да? Этот метод, который получил название, так называемая «Исфакционарность микроволновой микроволновой микроволновой». Смысл состоит в том, что если на квантовую систему, на молекулярную систему, а я вам что-то другого скажу. Представьте себе, что у вас есть скребательный кортур или резонант. Если короткий выпус, выскудите от резонанта на резонансной частоте или кортур, он будет, то есть будет закончиться, и резонанта будет или кортур будет звенеть. То есть мы во время этого власти получаем откреп резонансный систем на импульсные воздействия. Вот примерно так же ведут себя маленькие, это очень, конечно, грубый сразу, но смысл примерно такой. Если мы на частоте молекулярного перехода коротким импульсом, а коротким означает, что он, по крайней мере, меньше некого характерного времени распада заселенности духовной системы и распада поляризации. Если мы таким коротким импульсом возбудим такую систему, то после окончания этого импульса молекулы начинают переслучать ту же моду поля, которая ее испугит. И оказалось, что это все очень полезно для микроволновой микроскопии, у нас как бы два таких подхода реализованы. Это метод фазовой манипуляции излучения воздействия еще. То есть идет несущая, и каждый период, ну, например, несколько микросекунд меняется фаза излучения несущая. Вот на частоте, скажем, несколько сотен гигагерц или там терагерц, это не так просто поменять фазу, причем само изменение фаз должно быть очень быстро, потому что иначе мы просто будем регистрировать свое изменение фаз нашего источника, они будут более 0. И вот это вот изменение фазы, то режим называется фазовая манипуляция, когда фаз 0 и исущий сигнал меняется. И происходит практически одновременная регистрация переходного поглощения, который наводится вот этим образом, переходного излучения, как реакции молекулярной системы. То есть излучение все время взаимодействует с молекулярным мансардом, отсюда и высокочувствительность. И второй режим, который мне очень нравится, это режим быстрого прохождения частоты. Вот любой пинком можно, так сказать, пинуть, и он полетит по частоте очень быстро. Для прецизионных измерений такой подход не очень интересен. У нас он свиткирует, когда ставят синтезаторные режимы. Это не так просто сделать, но вместе с тем это наиболее такой интересный метод, когда происходит быстрое свиткирование частоты, и мы успеваем просвистать достаточно большой диапазон для изучения химических реакций. То есть, интересно, когда можно увидеть вещества, вступающие в реакцию, да, и промежуточные стадии реакций. Вот мы, дальше я буду рассказывать про анализ НО для медицины. И там, оказывается, есть две научные школы, которые подавятся в том, как ИНО взаимодействует с кислородом. Оказывается, есть два научных компонентов, через какие стадии идет эта реакция. Школа, двух академиков. Мы прекрасно видели, как все пробежившие стадии реакции, как ИНО взаимодействует с кислородом. Но технически он, конечно, более сложен в реализации, потому что контур линий искажается при таком быстром свиткировании. Не так просто его остановить. Но вот такие электрометры были сделаны для нескольких университетов европейских и американских. А вот то, что это вот наш синтезатор, который был в рамках погашения голов бывшего Советского Союза в Финляндии. Вот такой прибор он сделал. Сейчас единственное в мире, такой синтезатор работает у Фина, к сожалению. Себе мы такой не можем сделать, но достаточно дорого. Вот здесь лампа обратной волны, которая работает до 1,1,1 ТГц. Ее блок питания. Система управления и система синхронизатора. Ну а здесь сидит опорный синтезатор и спектронизатор, чтобы удобнее было настраивать. Вот такой вот огромный прибор был сделан несколько лет назад. И вот здесь использовались сверхрешетки в качестве умножителей частоты, которые позволили вот таких частотных синтезаторов успешно заплотировать лампу. Ну, теперь я несколько ближе к Вашей теме. Вам профессор Кошелец Валерий Павлович уже рассказывал о сверхрешетке. В его приемнике, который он сделал в течение многих лет, была большая и долгая работа, когда там и голландцы, и японцы, и, конечно же, и РФ, первую очередь, московские инстезаторопеды, и электроники участвовали в этой работе. Была программа Европейского космического агентства, посвященная техническим исследованием не космической атмосферности. То есть, какие в высоких слоях атмосферы надо было изучить процессы в озонном слое, понять, как разрушают озон, и как не разрушают. Как обычно такие измерения проводят с Земли, это не так все просто, а здесь спектрометр летает на воздушном шаре и, так сказать, проводит измерения. Вот здесь вот фактически основное достижение профессора Кашельца, это вот этот вот чип, который был сделан 4х4 мм, уникальные характеристики смесительный сверхпроводник, изолятор сверхпроводник и функционный генератор, как он называется, генератор бегущих вихрей. Вот по нашей просьбе сюда ввели еще гармонический смеситель для того, чтобы захватировать вот этот вот генератор, чтобы обеспечить прецизионное измерение. Вот, если учесть, что мощность этого генератора не очень высокая, там несколько сотнон ватт, и то, что нам могли от своих щедрот отделить для системы фазового строя, все это не такая простая вещь была, у них система все сделана, и вот вся эта система как бы за чипом это наша, и этот прибор успешно летает, и я хочу сказать, параметры. Вот, особенно меня впечатляет, вот, шумовая температура, это где-то близко к ватному приберу. Вот, многие, так сказать, когда изготавливаются полетным вариантом, там ключевая проблема была, это проблема мощности, распределения мощности источников питания. За каждый миллиампер, милливатт, хлопитва, вот, и вот здесь вот некоторые результаты, когда в течение 12 часов полета спектроэнт регистрирует массу вот веществ, и вот сейчас в Европе четвертый, пятый полет будет, все слабо уработает, ничего не ломается, что не очень характерно для этого европейской космической программы, вот, и непрерывно вот идут их измерения. Результаты нам не очень сообщают, нас используют только когда надо проконсультировать по этому спектроскопическому вопросу сейчас результаты, мы, так сказать, постфаку можем получить, но вот это то, что намерено, но это не все, я бы сказал, основные как вещества, которые там намерены. Ну, а как теперь выглядит такой спектрометр, который вот работает сейчас на Земле? Это, значит, вот генератор ГАНа, о котором я еще буду говорить, запопированный по такому же опорному синтезатору, который летает, вот, умножитель штаты, который переводит это излучение в диабазон 500-700 гигагерц, и вот интегральный приемник. Такое сейчас спектрометр работает на Земле, и вот применяется вот для, в том числе и для таких исследований. Ну, аликатерный, да? А? Аликатерный, аликатерный, он стоит. Кто? Это просто приземление, да. Он здесь переводит. Да, да, но было бы страны, если бы он нам не было. Ну, вот теперь я немножко расскажу про, я еще немножко расскажу про, вот, рынок, он такой, я сейчас буду рассказывать про рынок. Под рынком, я понимаю, исследования, исследования, которые проводятся, направление исследований в терпенцовом диапазоне. Ну, вот, как вы видите, наиболее такой вот широкий рынок – это фармацевтика. И это совершенно понятно, здесь тем, что масса самых сдаточных, как говорят, больших таблеток, большого лекарства. И эта проблема не только для России, она для всего мира актуальна. И, оказывается, что на основе фермосекундных лазеров удалось создать компактный прибор, который можно в руке держать, который позволяет диагностировать, вот, таблетки прямо на конвейере. Вот, вы покупаете таблетку, в больнице какая-то, они берут такой прибор и проверяют, что они покупают. Вот, известно диэкетрические проницальные, диэкетрические свойства правильной таблетки. И, значит, все, что отличается, это идет вот в неправильную таблетку. И вот другой пример инновационной деятельности – это профессор Джанг из MIT. Вот они организовали такую фирму, которая сумела сделать такой компактный прибор на основе фермосекундных лазеров. И вот мы с ним виделись на инфанушкой конференции на пароходе. Он так сказал, что несколько тысяч в год мы продаем, мы могли бы еще больше, но мы просто не хотим форсировать. На какие-то манги, все обрабатываются, такие дела. Ну, компактный бюджет. На старых? Вот, вот такой вот. Вот, примерно как два проекта. И его показывают на старых, кто просто червежит в руке и исследует. Ну, вот я немножко расскажу про наши работы по обнаружению взрывочных веществ. Мы исследуем не сами вещества, а их запахи. То есть, то, что испаряется поверхностью. За счет давления насыщенных паров мы можем прокачать через гибета, через спектромета и попытаться проанализировать. Ну, основная проблема здесь, это получить эти взрывочные вещества. Вот, если мы были террористами, то было бы проще. Честно, мы разжим не так. Просто все. А нам для анализа буквально с треть накатка мы кладем в колбочку. И, значит, за счет давления насыщенных паров мы вот исследовали. Мы исследовали несколько взрывочных веществ. ТНТ, это тринитртуол, нитроглицеризм и гексаген. Все, что мы могли с Курчатским институтом найти. И обнаружены были вот несколько характерных газов, которые испаряются поверхностью для каждой взрывчатки. Вот здесь вот приведены характерные молекулы, которые мы могли детектировать за счет испарения поверхности. Это тринитртуол, гексаген, нитроглицеризм. Ну, вы видите, что они достаточно пересекаются, то есть ВИНО, там, СО, Н2О, во многих присутствуют газы. Но я скажу, что все это очень интересно, но, на мой взгляд, мало применимо к реальным исследованиям. Да, вам, давайте, что здесь проработает. Саванка. Саванка, сейчас проработает. Да, но это ведь вот сказки Венского леса о том, что вот собака там все находит. С наркотиками проще, потому что из собаки делала наркомана, и она там, ну, где мы брали? С виложичанкой так просто не получает. Это токсикоман, и ее не сделают, вот, виложичанку. Причем собаки очень быстро устают, они реально утром полчаса. У нас просто была совместная работа такая, когда мы пытались сравнить с электронным, с собачьим. Выяснилось, что с пределом собаки напало порядков выше, чем в наших самых частых, как минимум, а кастков-тройметров. А, но у нас еще и разрешение действует, понимаете, по чистоте. То есть мы, человек, достаточно одной линии вещества, за этот крупный критер, можем сказать, что это за вещество, да. У собаки же не спросишь, что там, может, там она самую нюхает, но отправляющее в другом. У собак есть, так называемые, мешающие факты. Самое известное, это если курильщик, например. Вот если курильщик водит собаку, вот, медицинер водит собаку в поисках чего-то, и он курильщик, у него оттолк, и от него пахнет кабаком. Результат, вообще, вполне предсказуем, что ничего не будет на этом. Вот. У нас тоже могут быть мешающие факты, но все-таки. Поэтому собаки, это верный друг у человека, но там есть, ну, все так просто, я сказал. Есть все так просто. Вот. Здесь, к сожалению, проблема в том, что очень низкое давление насыщенных пород у этих вот веществ. Если нехороший человек несет на своем тему запчатку, да она еще замотана, обмотана чем-то, то он надеется, что он так вот быстро протектировал все это. Это не очень непростая вещь, и не факт, что эти методы будут эффективны. Вообще, надо сказать, что, если уж на эту тему, да, аппаратурные методы оказались, хотя они развиваются во всем мире, они не очень активно оказались. Была такая у нас попытка поставить в рамках европейской программы, поставить такой спектрометр, который бы анализировал воздух, анализировал бы взрывчатку, скорее не по запаху ее, а просто по детектированию разной электричной проницаемости. То есть, фактически, для этого предполагалось использовать квантрокоскарный лазер, который должен был на расстоянии порядка 30 метров определить, вот наличие взрывчатки на тех человек. Ну, 30 метров это расстояние безопасного развития осколков. То есть, если на 30 метров взорвется, то осколки уже не убьют, могут ранить, но уже и так, что он не будет. Отсюда будет 30 метров. А там и так просто начинает дифрукционная расходимость, надо ставить линзы собирающие, потом надо растор на организме. Но программа была зарублена в таком виде, там есть комитет по этике европейский, и он зарубил эту программу, потому что оператор может рассматривать, так сказать, человека, что он не подорежит и так далее. Ну, и вот на это, из-за того, могут врушаться права человека, нет, из-за этого он был зарублен, хотя бы, конечно, контролирует, что смотрит оператор, какому человеку права. Вот, ну, чего с ним. А дальше, значит, уже американцы пытались сделать, уплевав на все права человека, так бы не получилось. То есть, если через какой-то коридор очень медленно идет джентльмен с врачами, то его долго там переносканируют, то, в принципе, можно найти. Но, когда идет поток пассажиров, да, то это все очень деликатное дело, как тут такой страны. То есть, пока аппаратурные методы вот тут не очень широко используются. Ну, более интересным и более привлекательным, это вот медицина. С точки зрения медицины, с точки зрения аналитической спектроскопии, один выдох человека, это надкомпонентная газовая смесь. Надкомпонентная газовая смесь, которая может содержать до 600 газов. По одним источникам до 400, по другим до 600. И вот сейчас, я был буквально два месяца назад на саммите в Италии, который посвящен выдыхаемому воздуху. Я вообще был в полном изумлении. Значит, огромное количество людей со всего мира, может, только завтраки не было. И вся медицина сейчас переходит к анализу стройка метабалла человека, к анализу запаха человека. На этом строится вся диагностика, контроль лечения и так далее. То есть, все сделано, чтобы изображать, так называемые, гвазильных методов. И в мире сейчас десятки лабораторий, институтов, которые работают в эту область. Диагностируют болезнь Акцгеймера, болезнь Паркинсона сейчас. А ранних этапов удается диагностировать за счет вот этого воздуха, предупреждать астму у детей. Ну и так далее. Я просто перестану рассказать, перестану весь это сами. Но я просто был впечатлен, хотя бы начинали один из первых. И там многие люди говорили, что да, в России есть группа, которая с теоретическими методами анализирует это. Но из России был вот я и был еще батюшка из Сына Василия Блаженного. Вот. Он рассказывал, у него был приглашен доклад, и он очень хорошо рассказывал о том, как религия, молитва помогают здоровью. Потом мы с ним общались. Интересно, что человек умница, просто приятный человек. Он говорит, мне бы вот вашим методом до молитвы посмотреть, после молитвы. То есть это очень интересно. Я в стяге сарказмом иронии. Это действительно, ну вообще не сэрказмом, просто приятный. Просто блестящий человек, и он аспиратор этой вот академии. Вот здесь представлена очень большая часть молекул, которые являются маркерами тех или иных заболеваний. Ну, я скажу, что мы через многих лет работали с аммиаком, и это так называемый херикобактер, диагностика херикобактера. Да? Особенно это у детей. Мы даже до того, чтобы могли сказать, на какой стене жилуха находится колония херикобактера и аммиаком. Но, опять-таки, никому не нужно, и как-то это не нашло никакого особого применения. Ну вот, а мы работаем еще с онкологами, которые очень интересуют последствия лучевой терапии. Когда больному человеку делают лучевую терапию, они очень опасаются получения лучевого ожога. И человек выходит уже не от онкологии, а от лучевого ожога. Оказывается, что появление лучевого ожога сопровождается выделением, повышением концентрации ЭНО в выдыхаемом воздухе. Вот такую работу мы сделали, и вот здесь, отчеркиваю, видно, что вот это вот до сеанса лучевой терапии, три воплощения ЭНО, да? А вот это после сеанса лучевой терапии. Ну, мы довольно много исследований, мы сравнили еще здоровыми людьми, здоровыми. Мы тут наших студентов используем в качестве условий здоровых людей. И вообще, очень интересный результат, пока мы его как-то так не очень рекламируем, легко видеть, что мы видим три концентрации в выдыхе ЭНО. Это здоровые люди до лучевой терапии и после лучевой терапии. Я не буду сейчас говорить про возможность, так называемый, скринингового анализа, который вот был бы очень здоровым, когда человек приходит в больницу, когда в клинику будет место, померить температуру, мы видим это несколько раз на предмет возможности ранее такой диагноз. Ну, вот еще мы работали с полностью на Кополоский объем медицинский центр. Там занимался трансплантацией органов. Колоссальная проблема, как определить, можно пересаживать почву, например, или нельзя, и все дано наоборот к хирургу, который своим опытом должен сказать, да, может или нет, нельзя. Мы анализируем самец с СУПАНОМ. Это была работа с ближнепольными методами. Вы знаете, что если расстояние до объекта меньше, чем длина волны и размер антенны, то уже меньше, то тогда мы работаем не в волновой, а в ближней зоне. И особенностью в ближней зоне является то, что разрешение может быть в сухолновой, то есть может достичь, разрешение существенно больше, чем в волновой зоне. Ну, классически это лямбда на 20, лямбда на 30, это лучшие результаты лямбда на 100. Такого разрешения может дать им. Вот и одновременно мы исследовали, скажем, группу лаборатории. Лаборатория Кострова и Сан-Вадим Чизухана в ближней зоне исследовали электрические свойства почки, а мы исследовали жидкость, запущенные жидкости, которые промывают почку перед трансплантацией, основе по стадиону. И совершенно четко было обнаружено, что как только нарастает, как только почка начинает задумываться, появляются и химики, и биохимики, да, действительно так и должно быть, появляются вот линия спирта, ну и еще несколько газов, вот СО2, например, КО2, ФОСФОРО-2А. И мы помели динамику, и оказалось, что динамика практически такая, изменение электрических свойств, как и в ближнем поле, то, что медленно, вот, правильно, на это уже измерение, медленно, вот, в лаборатории Кострова, Сан-Вадим Чизухан. Ну вот, а здесь я привожу некие наши результаты по терагерцовому ближнепольному исследованию. Это вот мы пытались, проблема не столько локального получения изображения, это многие уже, а вот как получить большое изображение, да, чтобы, как осуществить такое сканирование, если хотите. Ну вот здесь вот видно, на мой взгляд, хорошо, что видно, что ребра сотрудника, его взрослого сына, 12-летнего, видно, что вот отличие, так сказать, папы от сына. Ну вот здесь я попытался бы сконцентрировать основные требования, которые должны быть, быть реализованы для спектрометра терагерцового излучения. И это вообще общие такие слова, вот, но и сейчас мы пытаемся сделать вот такой спектрометр на квантовкостарном лазере плюс качестве приема, используя балометры, которые делают на, которые делают на Московском классном педагогическом университете, так называемый фотоэлектрон-балорит, балометры на горячих носителях, которые помимо общей чувствительности, которые характерны для всех баллов, владают большими страницами, и тем самым вот подходят для наших, так называемых, быстрых спектроскопий. И в заключение я хотел показать вам спектрометр, который вот у нас реализован, он работает в терагерцовом частотном диапазоне, ну, примерно до 2,8 терагерц. Он устроен таким образом, вот это вот синтезатор на генераторе ГАНО, здесь вот так вот стоит опорный синтезатор, который раньше делали 8-12 гигагерц для военной цели, мы его вот мирно в целях используем, вот так стоит генератор ГАНО, и здесь система фазоэропостройки, вот такой вот синтезатор, он, значит, работает в диапазоне 113-113 гигагетерт, ну, вот это вентиль, и вот здесь стоит умножитель на своих решетках, вот это вот кюветов с газовым исследованием, вот здесь стоит одна входовая смеситель на своих решетках, а это система такой цифровой регистрации, цифровой регистрации, которая resurrected Это цифровой рекурсивный фильтр, цифровой рекурсивный фильтр. Вот этот инструмент работает на, вот то, что нам удалось зафиксировать, это вот линия Аммиака на 2,4 ТГц и на 1,8 ТГц линия СО. Это вот наш, так как только основные результаты, ну и спасибо за выяснение. Прошу вопросы. Кстати, у меня уже есть сразу вопрос. А в какой из хельсинских университетов поставлен инспектор? Мне казалось, что все-таки в политех. Да. Тогда, значит, предлагаю вам поправить, потому что в Хельсинки есть два университета, так же, как и у нас. Есть юнитетический университет в Хельсинки, это классический университет, который расположен в порту, прямо в атриарх, в центре города. А классический технологический университет, так же, как у нас в политех, он немножечко в другом месте, это от Аниеми. Поэтому, пожалуйста, не знайте, вы справьте. А то коллеги обидятся. Дело в том, что это лекция так же, как и все остальные университеты. Дело в том, что касается вашего позволения, вдруг там Анки Рейсман, наш давний партнер и коллега, обнаружили, что его перевестили в другой университет, из политеха, в классический. Он этого демотерпит, как ни один из нас. Так, коллеги? И вы в сайт на пенсию переводите на пенсию, так же. Вот, видимо, ему придется не терпеть. Вопрос, друзья? Не надо, если вы вступите на бизнес, то не имеешь в виду в ключевую. Ну, все-таки, какие ваши вопросы? Ну, а вот вопрос, каковы перспективы? И с чем может Владимир Владимирович Бах со своей лабораторией, со своими технологиями прийти на астрономический проект, то есть миллиметровый? Владимир Владимирович, двух словах, пожалуйста. Что вы можете предложить миллиметровому? Я обсуждал этот вопрос с ключевыми игроками, вот, с Вячеславом Павловичем, с Григорием Даумовичем, с Владимиром Павловичем. И так видно, что, так как у нас ингредиентской технологии практически никаких нет, которые для жизни могли бы быть использованы, то я думаю, что мы как-то могли бы, вот, в аппаратурном плане быть полезны, вот, в сборке, в отладке, в измерении калибровочных, измерения отрядов, и это вот тут, я имею в виду. А как он сейчас? Ну, скорее всего, да, потому что ведь вот мы сейчас, я не рассказал, вот мы сейчас с Гольцем вот такие опыта проводим, на сверхрешетку погрузили к ним прямо в приостат, в гелью, да, оказывается, что интенсивность гармонии возрастает примерно, ну, в 10, в 30 раз тогда в гелью. Не очень понятно, что в 2-м теле они говорят, что так и должно быть, но они говорят, почему, а другие так и не должны. Ну, вот, результат такой. И тогда оказывается, что этой мощи достаточно, чтобы открыть, вот, этот баллон, так, то есть выйти на рабочий участок. Вот, я об этом не рассказал, но, но, такая работа ведется, это означает, что, в принципе, можно здесь, сейчас он использует в качестве гетерогеноколикулярных глаз, а в перспективе они хотят квантов каскадных глаз, но это все так непросто. А здесь может оказаться вполне простую вещь, когда мы сверли шутку, просто гидератор на сверхрешетке с умножить, я поместил рядом с хэпом, и вот, ну, вот, так как там все-таки спектаклику, я думаю, что... Я, кстати, в управлении, в управлении. Так, коллеги, ну, есть еще один вопрос. Есть? Пожалуйста. Но последний, потому что, Владимир Ильич, надо уже на дирекцию. Возвращалась такая праза, несколько раз, в теоретических пределах чувствительности, в частности, относительную скрометку, это срабатывание полномалюты, это по линии поглощения, по минимально обнаружимой линии поглощения, которая может зафиксироваться скрометкой, но, конечно, здесь, вот, она предполагает, например, вот так, это автомагические цифры, 4L, это длина дювета, это шума приемной системы, какой-то мощность, который падает на кювет. Вот, если бы подставить характерный, то, например, 1 метр, здесь, например, ну, даже вот на это здесь поставили, да, и реальную мощь какую-то там, 1 миллиметр, вы найдете тот минимальный коэффициент, который вы можете, ваша система может зарегистрировать. Вот это называется теоретический предел. Нет, Федор, по всей видимости, хотел понять уже с точки зрения объекта, можете ли вы поймать одну молекулу или нет, так? На счет теоретического предела была фраза, то, что практически не свежим оттуда. Понятно. Да. Ну, а вот это так. А сколько для этого нужно молекул, как это вы разделили? Да, и зависит от коэффициента поглощения, которое мы фиксируем эту молекулу. Ну, что ж, коллеги, давайте поблагодарим еще раз на новую молекулу и небольшое объявление по поводу следующих, так сказать, наших занятий. Сейчас, как у меня сошел, как у тебя дела по правилам, была лекция номер 8. Всего у нас курс 17-часовой. В принципе, у нас осталась одна для щеков, для лекции. Мы позволим себе ее почитать целиком. Ну, поэтому, завершающая лекция состоится в следующей неделе в это же время, в этой же аудитории. Ну, мы, что называется, немножечко опять позаимствуем. Мы перешли от режима через неделю к лекции в режиме, и это приход от самого начала. Вот. С тем, чтобы дальше сконцентрироваться на наших практических занятиях, на оборудовках, которые у нас в вас.